Я знаю, ведь я его создала. Правда в том, что десяток человек в этой фирме потратили сотни часов, чтобы создать таких, как ты. Я этого не просила. Так сожги свой блестящий костюмчик и стань копом. Ты хочешь быть супергероем, хочешь быть знаменитой. Но быть знаменитой в одиночку нельзя. Так что, заканчивай строить из себя капризную фирму. Прояви, блин, уважение и не мешай. Нет. И вы чего? Не хочу показаться неблагодарной, но никаких красных дорожек. Реалити-шоу и рекламы кремов для кожи. И верните мне старый костюм. Я буду спасать людей. Значит, придется пересмотреть твою позицию в себе. Думаю, увольнение сотрудника, заявившего о сексуальном домогательстве в прямом эфире, может снизить цену ваших лицей. Надеюсь, ты поступишь благоразумно. Простите, благоразумием я больше не страдаю. Если кто-то спросит его имя, я честно отвечу. Здорово, что ты хочешь сказать правду. Но не знаю, на кого ты намекаешь. Думаю, знаете. Думаю, вы очень давно знаете. Большое спасибо, что зашла, звезда. Мне надо многое обдумать. Итак, возьмем тачку техно-рыцаря. У нее выхлоп был, как у Боинга 727. Она буквально плевалась огнем. Но благодаря мне, сейчас он ездит на гибриде. В этом смысл инициативы «Зеленый рыцарь». Уважать то, что есть прекрасно в мире. Привет. Привет. Ведь в мире все прекрасно. И еще дубль. Верните мусор на пляж. Масовка, верните мусор на пляж. Пойдет. Я потерял отца в раннем детстве. Мама работала на двух работах, и, по сути, меня воспитывал мой старший брат Нейтан. Когда мне было три, какие-то парни открыли стрельбу перед нашим домом. И я просто убежал от их пуль. Вот тогда я и понял, что... Можно я перебью? Давай уберем момент с перестрелкой. Делаем и ступлю повеселее. Да, да. Да. Лучше, брат, я знаю. Ты самый быстрый. Все такое, но расслабляться нельзя. На старт, марш. Нет. Медленно, брат. Давай еще. Марш. Нет, марш. Нет. Нет? Ты чего, братанка? Экспресс прибывает. Слушай, ты же знал, как тяжко. Что? Я не... Вы с ней были в отряде суперподростки. Ты же слышал, что она скончалась. Говорят, у нее был инсульт, но чисто между нами. Думаю, у нее был передоз наркотиков. Может, ты скажешь что-нибудь в ее честь? Я не видел ее много лет, так что... Я не видел ее много лет, так что... Ты решила выбить эту корову на суху? Простите? Твой самопиар. Теперь стоит мне выйти на красную дорожку, как все сразу спрашивают, поддерживаю ли я звезду. Ну, главное, популярность, да? Знаю, ты вряд ли меня поймешь, но... Это не был пиар. Я просто сказала честно. Ага, сейчас. Милости. Я столько раз читала твою автобиографию, что затерла гады. Пришлось попопать ног. И я хотела жить точно так же, как ты. Ведь ты не только сломала все кости в правой руке, пытаясь остановить школьный автобус, падавший с моста, но и навещала всех пострадавших детей в больнице. Чтобы показать миру, что Аня тоже герой. Тебе правда было не плевать. Ну, а теперь... Мне кажется, что книгу написали маркетологи. Хочется на добычу. Разрешено, тетянский у нас, очень много стекло, но он почти не готов. Они могут развивать скорость в 260-й час, наплывать. Крадость. Слышишь, я переключу? Ты говоришь, она говорит... Это говорит? Вот как ты общаешься? Ей нравится правду. Держи в курсе. Может, она жила у воды? Ты меня не проведешь. Что я иногда... Зачем она здесь? Может, она ключ ко всему? Вот что ты думаешь, да? Нет, я так не думаю. Думаешь, думаешь. Тебя это гложет. Ничего. Слушай, я скажу только одно слово. И оно решит нашу головоломку раз и навсегда. Скажи. Эсмер. Ты обратишься к супу? Он презирает вод. Ненавидит как и остальных супов. А враг твоего врага... Французик, какая часть фразы ты раскрыт, тебе непонятно. Да, грусть. Мы быстренько. Мы с ней спрячемся в фургоне. Едем туда. Бум, бум, трак. Всё. Бум, трак. Слушай, вот что я могу сделать. Могу. Возможно, набить тебе на жопе хрена с два. Пошёл ты. Максимум. Знаешь. Как ты ел мороженое? Ё-моё. С кусками из шоколада. К чему ты клонишь? Ты такой загрёб его рожком вместе с куском шоколада. И вдруг увидел, что поверхность неровная. И тогда ты взял ещё рожок, чтобы выровнять. Но, к счастью, возникла ещё одна ямка. В итоге тебе ничего не осталось, кроме как съесть целых полкило. Да, ты не хотел, совсем не хотел, но пришлось. И я скажу, почему. Почему, дружок? Да потому что тебя бесит, если что-то не так. А с ней как раз что-то не так. Ну что, скажешь, куда мы идём? Ну что, ты уже перестал. Что? Ты знаешь, что чувство, когда слишком сильно откидываешься на стуле и ловишь себя, едва не упал? Да. И у тебя весь день был такой вид. А смотри теперь, по уши в говне, а спокоен, как удар. Ты не такая мокрощель, как я думал. Слушай, вот ты зовёшь людей мудними, мокрощелями, но не понимаю, разве это оскорбление? Вот мокрощели мягкие и тянутся, и влияют где-то на 98% моих лишений. Всё нормально, Кью. Ты мудень, что надо. Ну, вот и пришли. Церковь? Ищи. И обрящешься. Идём. Некоторые дни сложнее других, естественно. Знаете, я недавно хотела поговорить об этом всём с подругой, но не смогла. Вот почему эта группа в просто счастье. Она очень важна. Я знаю, он злится неправильно. Техноридзель меня всё же спас. Только вот жаль, что он повредил мой позвоночник. Надо просто смириться, да? Забыть. И жить дальше. Сэд, теперь вы. Привет. Привет, ребята. Привет, Сэд. Я как бы писатель. Работаю в маркетинге. Есть один герой. Имя я опущу. Управляющий льдом. Принцесса льдом. Меня нельзя разглашать. В общем, я ей понравился. Было очень круто. А мне, ящик. С писателями никто не трагается. Ну, естественно, я втверился в неё по уши, да. У баранов чорится в суд. Грачи мои с ней занимались интимом. И вдруг она кончила и... Случайно превратилась в лёд. Всего на секунду. Но я был... Ещё внутри. При минус двухстанах градусах. Температура жидкого азота и, как вы договорились, не догадываетесь, он просто... Ломился. Больнее всего то, что я по ней скучаю. И, пап, такова плана для таких смертных, как я, за любовь к такой богине, как она. Если супка устроила такое кайфановку, представь, что она сделает, узнал, что добрал ей с самого начала. Простите. Вам тоже есть чем подлиться? Нет, нет, извиняюсь. Прошу. Продолжайте про ледышки, Мхер. Мы здесь не шутим и не осуждаем. Может, вы возьмёте трость и расскажете нам о себе? Не... Не хочу. Знаете, я видел вот таких, как вы. Я очень сомневаюсь. Ухмылка? Шуточки. Всё это защитный механизм. Но здесь он вам не нужен. Здесь безопасно. Я не хочу. Проехали. Прошу, сэта, дайте ему трость. Отвали. Или я ставлю трость туда, где раньше был плыхер. Прошу, сэта, дайте ему трость. Прошу, сэта, дайте ему трошку. Ну, идите и плачетесь друг друга. Нахер понять и простить. Выходите на улицу с грябанной бензой белой инвалидии. Сучи, перепуганные зайцы. Все супы одинаковые. Все сука до одного. Ну да. Простите. А, мисс Тилвер. Здрасте, вы хотели меня видеть? Да, но я спешу. Можешь идти со мной? Конечно. Смотрите, я принес подарок вашему малышу. Начать спасать мир никогда не рано. Ты должен принести публичные извинения. А еще ты должен надолго покинуть Семен. Что? Мы переводим тебя в сандаски. Ага, на какое-то время. Ладно, ладно. Я понимаю, мой мозг был неправ. Но сердце мое поступило вверх. И все этот чертов океан Лэнда, они... Дохлый дельфин тут ни при чем. Речь о звезде. Звезде? А что? А при чем тут звезда? Все вдруг захотели узнать, о ком она сказала в той речи. И интерес не стихает. И в какой-то момент она, или, будем честны, какая-нибудь другая женщина, скажет, мы должны их обередить. Да, возможно, случилось недоразумение. Я знаю. Но разве вы? Вы не можете разобраться, ну, как обычно. Теперь мы разбираемся ими. Я полностью поддерживаю женщин, имеющих смелость высказаться. Блин, можно сначала? Я полностью поддерживаю женщин, имеющих. Черт. Простите. Еще дубль. Простите. Второй дубль сначала. То есть, да. Надеюсь, ты меня простишь. Давай, поуверенней. Что, поверили, да? Поуверенней. А, понял, дело. Так, все мы станем сильнее. Слушай, давай. Я осознаю, что мое поведение принесло звезде много боли. И я искренне прошу у нее прощения. В тот момент я считал, что у нас все по согласию. Но сейчас понимаю, что все понял не так. Наш новый фильм «Восстание» очень крутой. Это мой первый фильм в киновселенной «Вад». КВБ. В нем не перца. Вся семи миллионов. В этом фильме. Подружу, но лишь один человек может заглянуть на глаза и прочитать их писать. Симфа Васильник. Обменяйте предприятия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...